ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Все популярные модели кроссоверов за последние 10 лет подорожали в России в два с лишним раза. Сравнительную таблицу опубликовало издание Автоньюз. Рено Дастер в 2012 году стоил минимум 450 тысяч рублей. Сейчас за него просят от одного с небольшим миллиона. Начальный ценник Volkswagen Siguan вырос с 900 тысяч до 2 миллионов рублей. Стоимость Kia Sportage подпрыгнула с 880 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН Новые автомобили в нашей стране покупают в основном мужчины. Их средний возраст 46 лет, говорится в исследовании агентства Автостад. Средний возраст клиенток автосалонов меньше на 3 года. Одновременно статистики определили модели, среди владельцев которых больше всего мужчин, либо женщин. В первом случае это Chevrolet Tahoe, УАЗ Хантер и Peugeot 408. Во втором Citroën C3 Aircross, Chevrolet Spark и Mercedes-Benz GLA. ТРАССА СТО ОДИН В Москве составили топ-10 автомобильных марок, владельцы которых нарушают правила дорожного движения чаще всего. Исследование подтвердило бытующее мнение о том, что лихачат в основном хозяева престижных авто. В первую тройку попали Lamborghini, Rolls-Royce и Bentley. Далее идут Ferrari и Genesis. Премиальный суббренд компании Hyundai. Замыкает перечень Land Rover. ТРАССА СТО ОДИН В конце этого года должны стартовать продажи битопливной версии Renault Logan. Производитель надеется, что машиной, способной ездить на метане, заинтересуются в первую очередь таксисты и корпоративные клиенты. Мотор у машины будет 113-сильный, объемом 1,6. Трансмиссия 5-ступенчатая механика. О стоимости новинки пока ничего не говорится. ТРАССА СТО ОДИН После ремонта автомобиля в рамках ОСАГО, если машина была выпущена не более пяти лет назад, вы имеете право сделать оценку утраты товарной стоимости транспортного средства. Таким образом, со страховой компании можно получить дополнительные выплаты. В чем суть процедуры, пояснит руководитель отдела транспорта компании «Экскон» Константин Кузнецов. Мы можем оценить утраты товарной стоимости от данного автомобиля. Даже осмотр нам не требуется. Достаточно будет предъявить акт осмотра, который производился первоначально, либо на станции техобслуживания, либо по выполненным работам, которые расписывает ремонтная организация. По ним мы можем составить смету и посчитать величину утрат товарной стоимости. По времени это занимает день-два, и человек может обращаться уже в страховую компанию за выплатой дополнительной утраты товарной стоимости. Компания «Экскон» находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнехта, 13. Телефон горячей линии 73 50 50. Сайт ex-defiscon.ru На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин